Всем привет! С вами Мистер Икс. Сегодня я хочу рассказать вам о самолете G.U. 87, Junkers 87, штука. Это пикирующий бомбардировщик, который имеет довольно-таки мощное бомбовое вооружение. Самолет довольно-таки неплохой и может даже постоять сам за себя. Я на нем отлетал около месяца и получил неплохие навыки, о которых хочу вам рассказать. Урок будет для новичков, которые просто хотят сесть сразу и полететь. Я постараюсь в этом вам помочь. Итак, вы заходите на сервер, выбираете филд, выбираете самолет и заходите для выбора бомбового вооружения. Если вы идете на такую цель, как завод, склады, там, да, там, ЖД-станцию, то, конечно, лучше брать большую бомбу, тысячную. Я всегда беру тысячную бомбу и задержку ставлю 15 секунд. 15 секунд ставлю для того, чтобы после сброса бомбы уйти на приличное расстояние от цели. Если бомба только взорвется и противник только это заметит, вот, то есть у меня есть, как бы, время на отход. Топливо я беру где-то 28%, мне этого хватает довольно-таки надолго, но лучше, конечно, взять 30%, 32%, если цель очень далеко. И если вдруг вам на отходе, там, зенитка повредит топливные баки, вам, ну, чем больше топлива вы возьмете, тем, конечно, вероятная возможность возвращения на филд больше. Но я этим, как бы, не сильно парюсь. Так что 28% беру и мне хватает нормально. Зато у меня самолет легкий, я могу на отходе даже покрутиться с истребителями противника, если такое будет. Так, ну, дальше. После того, как вы выбрали вооружение и появились на филде, я советую вам так, я сейчас запущу двигатель. Я советую вам посмотреть обязательно, если вы, например, взяли пушки, то бывает такое, что вы выбираете самолет ВК-3Е7, да, появляетесь на филде, прилетаете на филу, прилетаете на цель и стреляете, например, по танку, а у вас работают пулеметы. У меня такое было. Поэтому при появлении на филде всегда смотрите на пушки, есть ли они у вас или нет. Также, конечно, можно проверить и бомбы, взять ли они для того, чтобы проверить бомбы, есть специальная панель. Вот она, белая панель. И она сигнализирует вам о том, сколько бомб у вас есть. То есть, смотрите, у меня сейчас подвешены три бомбы, одна пятисотка и две двести пятидесятки. Вот, белая риска слева сигнализирует о том, что первый сброс будет пятисотка. Это подфюзеляжная бомба. Можно выбрать другую бомбу, да. Нажимаем Ctrl-B. Ctrl-B. И у нас появляются все метки. Это значит сброс всех бомб. Дальше сброс по одной подкрылевых или все подкрылевые. Так что внимательно смотрите на эту панель. И я вам советую перед тем, как подходить к цели, заранее выставлять сброс бомб. Потому что можно забыть, да. Можно забыть. И я, например, вы когда бомбите, больше цель, да, то, конечно, лучше скинуть пятисотку. А если цель поменьше, например, там какая-нибудь там арта мелкая или один всего складик мелкий, то лучше, конечно, двести пятидесятка его бомбить. Так. Здесь вы все знаете теперь. Так, дальше. После того, как вы завели двигатель, сразу открываем водорадиаторы. Вот они. Это прибор, который показывает, насколько у вас открыты створки водорадиаторов. Дальше открываем масло радиаторы. Дальше я триммирую самолет. Ставлю на кабрирование где-то на пятьдесят. Ну, что еще у нас тут? Вот. Есть два датчика, которые показывают температуру. Правый, зеленый – это температура воды. Красный – это температура масла. Также есть вот... Видите, полосы уменьшаются. То есть здесь показывается, сколько у вас боекомплекта осталось. Так. Ну, в принципе, все. При появлении на филде и после запуска мотора, у вас винт стоит на... Винт у вас затяжелен. И если вы будете давать тягу, то... Вот смотрите. Как бы тяга идет, да? Но, видите, падают обороты. Это означает, что у вас винт затяжелен. Поэтому винт нужно облегчить. Облегчаем винт полностью на соточку. Ну, что? Можно выруливать на взлетку. А, и еще такой момент. На штуке нельзя давать сразу максимальную тягу резко. Двигатель сразу выходит из строя. Поэтому плавненько даем тягу. Потом можно ее и до конца. Все. Выруливаем на взлетку. Смотрим. Нет ли никого. Работаем педалями. Если вам нужно повернуть намного быстрее, например, налево, то зажимаем левый тормоз направо, правый тормоз. Стараемся ездить только по рулежке. По таким вот местам лучше не ездить, потому что самолет начнет прыгать, скакать, плохо-плохо ехать. Вообще можете застрять. При выезде на взлетную полосу обязательно посмотрите. Никто не садится, потому что самолет может идти на посадку и может прямо на вас и сесть. Потом в чате будете все выслушивать. Так же смотрим с той стороны. Если все нормально, то сразу взлетаем. Например, если у вас большие бомбы, и чтобы самолет легче взлетел, вы можете сделать один щелчок закрылок, выпуск закрылок. И можно так же до конца выкрутить триммера на кабрирование. И самолет увеличит подъемную силу. И видите, он сам у меня взлетает. Все, закрываете фонарь. Убираем высоту. Убираем высоту. Ну, приблизительно больше 100 метров набрали. Убираем закрылки. Самолет начнет немного проседать. Ничего страшного. Даем рус немного на себя. Он набирает скорость. Как только набрал скорость больше 200 км в час, убираем надув на 1,3 АТА. И обороты выставляем на 2300. На 2300 обороты. Все. Сейчас мы выбираем скорость. Обратно выкручиваем триммера. Держим его ровно. Смотрите, летом температура, конечно, сами понимаете, жарко, да? И на таком режиме 1,3 АТА двигатель будет перегреваться. То есть это режим набора высоты. И двигатель будет перегреваться надолго, если лететь долго. Поэтому, чтобы он не перегревался, нам нужно выставить режим на продолжительный. Чуть меньше 1,2 АТА. Вот у нас включился продолжительный режим. На этом режиме мы можем лететь очень долго. Что я делаю? Когда я включаю такой режим? Я включаю режим, после того, как довольно-таки быстро разгонюсь, там 300, там 320 км в час, стою в горизонт, раздогнался, и после этого я включаю 1,2 АТА. Чуть меньше 1,2 АТА на продолжительный режим. Но, если на карте зима, то я делаю так. Я выставляю 1,3 АТА, выставляю 2,3 АТА, водорадиаторы открываю не более 60%, маслорадиаторы открываю не более 35%. Всё. На таком режиме я могу спокойно лететь 5 квадратов без проблем. Двигатель не будет перегреваться, не будет перегреваться. Температура будет до 100 градусов, это нормально. Я подхожу к цели, бомблюсь. Даже за полквадрата от цели я даже делаю обороты 2,4 АТА. Больше разгоняюсь, пикирую на цели, сбрасываюсь, отхожу от цели и выставляю опять на продолжительный режим. 2,3 АТА. 2,3 АТА оборотов и чуть меньше 1,2 АТА, чтобы включился продолжительный режим. Всё. Иду домой. Двигателю ничего не будет. 100%. Дальше. Если вдруг у вас появляется 6, и вы хотите сесть за стрелка, нужно нажать Ctrl-C. Вы садитесь за стрелка. Дальше вам нужно активировать Турель. Это надо нажать Shift-T. И чтобы взять пулемёт, надо нажать букву Т. Всё. Вы взяли пулемёт и можете стрелять по противнику. Чтобы вернуться за место пилота, надо нажать обратно Ctrl-C. Дальше. На штуке имеются ещё щитки воздушного тормоза. Вот эти вот щиточки, при нажатии которых вот видите, они выдвигаются. Они дают большее сопротивление. Например, когда вы с большой высоты падаете на цель, чтобы сильно не разгоняться, не набирать огромную скорость, и чтобы выйти нормально после кокирования, можно выпускать эти щитки. Не можно, даже нужно. Только потом не забывайте их убирать. Также эти щитки воздушного тормоза можно выпускать при посадке, если у вас вдруг большая скорость и вы просто выпускаете их и самолёт быстро тормозится, оттормаживается. Так, что ещё вам рассказать? Ну, в принципе, всё. Сейчас давайте я вам расскажу про атаку танковых колонн. При атаке танковых колонн вы берёте подвесы. Подвесы довольно-таки тяжёлые, поэтому вам нужно брать топливо столько, сколько вам надо именно по расстоянию до цели. Если у вас цель довольно-таки близко, в двух, трёх квадратах, то можно брать где-то 22%. Этого вполне достаточно, чтобы убить танки вернуться домой. Если цель далеко, как сейчас у меня цель где-то в 4-5 квадратах, и я буду сейчас цель атаковать, колонну атаковать скрытно, то я беру всегда 28%. Этого мне хватает, это около 20 минут полёта. То есть мне этого хватает. Мне не нужно лишнее топливо, мне нужно, чтобы самолёт было намного легче. Поэтому я беру намного меньше топлива. Сейчас смотрите, как я атакую колонну. Дело в том, что при уничтожении танков выскакивает сообщение. Ну, это было до этого, поэтому я атаковал так. Сейчас совсем по-другому, сейчас сообщение не выскакивает, а выскакивает сообщение после того, как какую-нибудь цель ты убью, и через три минуты выскочит сообщение у противника, что так и так атакуют такой-то квадрат, такую-то цель. Вот. И чтобы скрытно атаковать, я атакую каждый танк по одному выстрелу. Делаю по каждому танку одно попадание, а танк взрывается и уничтожается обычно после двух попаданий. Вот. Поэтому я на каждый танк делаю по одному выстрелу. Это у меня происходит довольно-таки долго, где-то 3-4 минуты на это дело уйдет. Вот. А потом я начинаю атаковать уже танки на уничтожение. Всегда старайтесь атаковать на уничтожение самый первый танк, который идет в голове колонны. чтобы была возможность того, чтобы если вдруг он взорвется, то рядом с ним может оказаться другой танк, который к нему подъедет. И в таком случае тот пробитый танк, уже получивший 50% повреждения, он может от этого взрыва взорваться. Бывает даже такое, что танки врезаются друг в друга. Вот. То есть стоит танк горящий, а сзади него едет другой танк. Ну, это бывает иногда, но не всегда. Бывает, что, конечно, танки обижают такое препятствие, но бывает такое, что нет, и они сталкиваются. и так так как уже 50% вы отняли жизнь у танка, то при ударе еще 50% уничтожаются, и танк взрывается. У меня сведения при уничтожении танков я выставляю 250. Для чего? Все дело в том, что танку не надо стрелять куда попало. Желательно стрелять танку именно в заднюю часть. и желательно делать такой угол, чтобы намного больше сделать урон. Не надо атаковать его под углом там 45 градусов, например, в борт. То есть пробиваемость будет намного меньше, эффективность будет намного меньше. Желательно атаковать если вы сзади заходите, то желательно атаковать прям в заднюю часть танка. если заходите сбоку, то прям под 90 градусов заходите и стрелять. Вот смотрите, я стараюсь прям в двигатель в заднюю часть в корму его стрелью. Еще такой момент. Если вы атакуете танк с задней части, прям сзади, то после атаки уходите сразу вправо или влево, потому что если вы уходите прямо, то вас может пробить пулеметчик. Я советую вам всегда выставлять упреждения поменьше и при атаке всегда делать приближение прицела. Видите, я приближаю прицел, подпускаю танк и выцеливаю прям туда, куда хочу стрельнуть. Сейчас вот быстрый не получился. Я стрельнул по гузнецу, но все равно этого хватило. Там взорвался. Вот. Вы приближаете прицел, упреждение у вас маленькое, ой, упреждение, сведение у вас маленькое, 250 метров, например, и вы должны научиться стрелять тогда, когда именно такое у вас расстояние до цели. То есть, чтобы пули, снаряды именно на 200-250 метров сошлись и попали в танк, желательно в одну точку. это будет очень эффективно. И танки даже могут убиваться с одного выстрела при таком точном попадании. Вот, например, я сейчас вам покажу выстрел, где я подхожу к колонне и с одного выстрела я убиваю танк. Я так понял, что я попал в башню в боевую кладку. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, я подлетаю к танку под углом 90 градусов прямо сбоку делаю выстрел в состоянии 250 метров и попадаю прямо в боеукладку, которая находится с правой стороны танка, видите, в заднюю часть. То есть, точное пробитие в одном месте двух снарядов взрывает боеукладку. Не знаю, такое бывает, конечно, нечасто, но вот у меня такое один раз произошло. Теперь давайте поговорим о тяжелом танке КВ-1, который у нас есть в игре. Его убивать намного сложнее, чем Т-34 и стрелять куда попало ему не нужно. То есть, я хочу вам показать наглядный пример. Вот, я беру первый танк, начну с заднего танка и буду стрелять ему просто в центр под башню. То есть, стрелять не туда, куда нужно. Башню, под башню, в центр там, да, по танку. Это все такие точки, которые не наносят максимальный значительный урон танку. Нужно стрелять в трансмиссию, в двигатель, который находится за башней, то есть, в кормовой части танка. в заднюю часть самая эффективная стрельба должна у вас быть. Сейчас я, видите, стреляю куда попало, посередине, там, лишь бы попасть, да, но это неэффективно. И на такую стрельбу, на один танк, сейчас, вы видите, вот, уходит по четыре выстрела. если стрелять в трансмиссию и двигатель, то на танк уходит три выстрела стабильно. Смотрите, как я строю заход. Вот, видите, стараюсь, чтобы угол был под 90 градусов, когда подхожу к танку, чтобы стрелять под углом, чтобы не было никаких рикошетов, чтобы было хорошее пробитие. И стараюсь стрелять со своего сведения, то есть 250 метров, чтобы снаряды входили точно в одно место. Сейчас, после нового патча, танки стали ремчлажаться намного сложнее. Если до патча я КВ-1 мог убить с двух выстрелов, например, когда я заходил сзади, прямо сверху, то сейчас я пробовал и ни разу у меня такого не получилось. Поэтому я сделал выводы, что заход нужно строить перпендикулярно курсу танка, заходя ему прямо вбок, чтобы было самое эффективное пробитие, чтобы не было никаких рикошетов, всякого такого. То есть вот такой вот заход, он самый более эффективный. Как вы видите, я делаю по одному выстрелу, ну, конечно, если будем в боевых условиях, то, конечно, может такого долгого времени на атаку у вас не быть, поэтому можно делать по два выстрела за один заход, но смотрите, чтобы ряды летели точно в цель, а не куда попало. И если вы идете на тяжелые танки, то за один боекомплект, то есть у вас 12 выстрелов, да, и если вы убьете 2 КВ-1, то это очень даже неплохой результат, я бы сказал, даже хороший очень, поэтому если вам нужно быстро атаковать, можете выпускать по 2 даже, если у вас получается и по 3 снаряда. У меня даже бывало такое, что оставался последний танк, последний танк на карте, последняя цель, и я уже с противником на 6 выпускал 4 выстрела и уничтожал танк. Бывало и такое, так что в зависимости от ситуации, смотрите, сами БК можно не жалеть. Ну вот это был последний третий выстрел, как вы видите, я стрелял в заднюю часть КВ-1, там где трансмиссия двигатель, все без проблем он уничтожается. На этом у меня все, надеюсь вам понравился урок, и вы многое узнали, и захотите полетать на штуке. Дальше я вам поставлю запись, где у меня получилось остановить колонну и закрыть цель с 8 танками, парни меня прикрывали, так что посмотрите, очень даже интересно получилось. На этом у меня все, всем пока, счастливо. я могу убить 6 танков пока, но не 10. Да нет, 10 тут нет. Хотя, я могу... 8. Я могу убить машинка и броню. Я могу убить всю, только мне это придется долгое время. мне это долго придется делать. Придется мне по каждому танку сначала делать по одному выстрелу, потом взорвать один танк и остальные танки будут съехать и в него врезаться. Тем самым нася себе урон, взрываясь. Первый на ногах не башь. Да. Ты далеко, потому что у меня топливо уже происходит. Нет, я в седьмом секторе. Я вот тебя вижу. кто там с глаз летает. Мы встречные пульсы находят. Да, я вижу и кся подходим, Так, а вот эти вот машинки задние по вам не стреляют, правильно я так понимаю? не стреляют. Все, отлично. Тогда мы их не трогаем. Пускай не где там. колонну колонну вижу. Так, колонну вижу. Начинаем с первого танкового. Не попал. А? Не попал. Не попал? Не. Ты чё? Ну, нифига не билит ничего. А, не, он с первого выстрела не уничтожается. Почему? Убывай, я же тебе говорю, на каждый танк сейчас надо сделать по одному выстрелу. А, понял, что при том. Чтобы убить всю колонну, надо вот так вот сделать. Края, он прям в жопу сейчас зарядил. Ну, двигатели, ну, похуй. Лампочка топлива загорается, нет? Да. Да, 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 да. Сапитров. А, ну, нормально. Мне ещё надо что-то видеть. Так, это я сколько уже, четыре, да, атаковал? Ну, да, четыре, да. Пять, шесть, пять, два, пять, шесть. Вижу контакт северный, у нас, походу, красная отходит. Над рекой метров 200. Смотри, он сейчас пересекает голову. Чем-то метров пять, наверное. Бей его. Не, тут обыкает. Да не, далеко. Есть быка, но сейчас подожди, прикроет. Возможно, даже и его отходит. Подождите, пока, блядь. Осталось два танка. Не спеши, не спеши. Уже один раз вылету, чем два. Так, семь танков уже повысил. О, один встал. Есть, один задвинулся сразу, блядь. Отлично. Один выстрел меньше делает, блядь. Надо с таким блюжным демоном. А, сука. Палево, нахуй. Глопами в рот. Пиздец, все равно. Стреляй же по первому. Да, все, сейчас начинаю опять с первого. Давайте, танки, все в него врезайтесь, нахуй. Сука, обруливает, блядь, ах ты, падла, блядь. Отскацина, блядь. Отъезжает на блюса, парни, вот. Отъезжает на блюса. Сбоку. Да? То есть, стоп-стоп. То есть, он начинает делать разворот, а потом разворот идет оттам. И дальше идет. Так, есть, остановил. О, сука, я обруливаю, ты посмотри, что делать, а. Падла, блядь. Ладно, я сейчас одинку вас подловлю, как мы будем, блядь. А, этот спикерсов последний. И стоил. О, блядь, я тоже первый. Ой, этот сражен, а, сука. А ты посмотри, что исправили, что ли, ебаного. Какая-то правильная колонна, блядь. Ладно, блядь. Ну, врежься в него, сучка. Вот ты посмотри, что оборачивает. Все, нафиг. Раз, два, взорвалось. Какая-то что? О, есть, взорвался, ништяк. Так, 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 отлично. Отлично, я не знаю, у меня, кажется, больше выстрелов нет. Сейчас проверим. Все, выстрелов нет. Блядь. Ну, мне кажется, что... Мне кажется, что этого хватит, на. Мне кажется, что этого хватит. Вся колонна сейчас будет уничтожена, сто процентов. Он, кстати, дымит первый, а не идет. Не-не-не, первый идет. Все, валим отсюда. Валим, валим, валим. Сейчас еще один танк взорвется, и колонна будет уничтожена, сто процентов. Все, валим, парни. Все, я... А, нет. Он попался, а не нет. Все, он там взорвался, что-то, блядь. Все, есть. Отлично. Отлично. А, нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова